Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Ну, я думаю, друзья, это знакомо, это место Священного Писания, и думаю, что это слово Господа, оно должно к нам, к верующим, очень серьезно звучать. Вот тут написано, что не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, не всякий, хотя сегодня очень много призывающих имя Господне, но всякий, исполняющий волю Небесного Отца, войдет в Царство Небесное. И вот дальше Он говорит, многие, вы знаете, друзья, если Христос говорит, что многие, значит, это очень там много людей будет. И мы должны немножко попереживать, чтобы нам не оказаться в числе этих многих. Многие придут в тот день, и скажут, Господи, мы Твоим именем бесов изгоняли. Вот представьте, друзья, вот представьте, например, если бы я сегодня на ваших глазах изгнал беса с человека, вы бы что бы мне подумали, да? Но вы уже привыкли к вопросам? Вы бы сказали, о, брат, сильный брат, да? О, духовный богатырь! А вы знаете, друзья, вот сколько таких духовных богатырей туда придет и скажет, Господи, мы бесов изгоняли именем Твоим. А Господь скажет, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, все делающие беззакония. И вы знаете, друзья, скоро уже Господь придет за церковью, скоро. И написано, немного и очень немного. И грядущий придет и не умедлит. Евреи мы читаем, 10 глава. И вот нам бы с вами, чтобы нам как бы иметь право войти в город воротами. А для этого нужно исполнять волю Божью. А чтобы ее исполнять, волю Божью, нужно знать ее. Что Бог хочет от меня? Есть вот такое слово мы читаем. Это первое послание Фессионникицам. Я вам нового ничего не скажу. Просто почитаем и став священного писания. Первое послание Фессионникицам, Фессионникицам, 5 глава, с 15 стиха. Написано так. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, за все благодарите, а непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Вы знаете, я думаю, пришли бы эти люди многие и сказали, «Господи, мы же всегда радовались, мы непрестанно молились, мы за все благодарили». Если бы они так сказали, они бы никогда не услышали голос Господа, очень грозный голос, «Отодеть от меня все делающие беззаконие». Но, к сожалению, они все попутали в жизни. Попутали. Они думали, если бесов изгоняют, чудеса творят, значит, достойно войти в небесное царство, исполняют волю Божью. Не так Господь. Не такой меры Он все это мерит. А Он говорит, «Если хотите волю Божью творить, пожалуйста, ищите добра ближнему». Мы сегодня слышали уже, что вера есть действующая любовью, она в нас должна быть. Потом дальше написано, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Скажите, братья и сестры, «У вас получается творить волю Божью или нет?» У меня не получается. Не получается. Я знаю, что это воля Божья. Написано, «Не воздавайте злом за зло». А иногда нас кто-то обидит или огорчит. И мы с вами так легко можем обижаться. А еще так говорим, «Смотри, Бог за меня тебя отомстит обязательно. Он воздаст за меня». Не мстите за себя, возлюбленные, «Но дайте место гневу Божьему, мне отомщение, я воздам», говорит Господь. А мы вроде как бы и не воздаем, но смотри, подожди ему, и ждем, когда же Бог этого брата все-таки уже накажет за меня. Или вразумлять его, когда он начнет. Вы знаете, друзья, если мы этого ждем и думаем, мы не творим волю Божью. Нет. Надо злом, зло побеждать, добро. А ведь, знаете, мы же с вами по природе-то злые люди, оказывается. Или вы добренький чересчур. Я так не думаю. Знаете, почему? Потому что в Священном Писании написано, и вот Христос в свое время говорит, Матфея 7 глава, «Есть ли среди вас такой человек?» Какой? А вот когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень. Или когда попросит рыбу, подал бы ему змею. И он как бы вопрос задает. И не дожидаясь ответа, он говорит так, «Итак, если вы, будучи злые…» Вот получайте пилюльку, братья и сестры, получайте. Вы, будучи злые. Ничего себе! Господь нас видит злыми еще, злыми. Но вы умеете даяние добрые давать детям, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Не воздавайте злом, но ищите добра. Я, знаете, друзья, вот у меня там на севере была собака, и я ее привязал на цепь. Она очень злая была. Можно было писать там, «Осторожно, во дворе злая собака, не подходите, смотрите, а то это очень все опасно». Потом я ее выпустил, в общем, ее все, что она не на цепи. Как вы думаете, она злая стала или нет? Нет, она никого не кусает, оказывается. Она ни за кем не гоняется. А на цепи она такая злая прямо. И вы знаете, друзья, когда мы с вами находимся на какой-то цепи, мы с вами очень злые. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Понимаете, да? И вот когда вот представьте, например, я чувствую, у меня какое-то зло, такое подходит зло. Вот прямо зла нет на тебя, ничего себе. И не хватает еще зла, да, на тебя. Зла, говорит, на тебя не хватает. Это значит, где-то мы привязаны к чему-то. Это где-то надо обратить свое, может, на себя, вникнуть в себя, вникнуть. А может где-то осудить и раскаяться в чем-то, раз зла не хватает еще на тебя, да? И так, если вы будучи злые. Братья и сестры, так бы хорошо, если бы мы с вами могли поступать так, как поступает Иисус Христос. А он написано ругательством, на ругательство не отвечал, да? Написано. Он страдая, не угрожал. И он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его, Петр говорит. Если наше отношение к ближнему будет правильным, значит, мы творим волю Божью. Значит, это хорошо. А дальше написано, друзья, всегда радуйтесь. Вот я, когда сегодня в собрание пришел, и вы приходили, вот одна сестричка пришла, вторая, там братья начали подходить. И вот я думаю, интересно, радуются братья и сестры сегодня или не радуются? И знаете, какие я выводы сделал? У вас большой дефицит радости. У вас здесь дефицитов нету, да, в Германии? Но вот в христианской жизни у вас дефицит радости. И радости не просто какой-то показной, нет. Петр говорит, что надо радоваться радостью неизреченную и преславную. Радость ваша была совершенно, Христос говорит, Иоанна 15 глава. И вот написано, всегда радуйтесь. А вы знаете, сегодня как мало радующих людей. Очень мало. Почему-то они радуются. 70 учеников возвратились с радостью. И говорят, бесы повинуются нам. Вот они так и думали, в небесное царство войти, что бесы им повинуются. А Господь говорит, не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. 20 Псалом, мы читаем 2 стих. Силою твоей веселится, царь, и о спасении твоем безмерно радуется. Я вот знаете, друзья, когда я перестаю радоваться тому, что мое имя записано на небесах, мне хочется раскаиваться в этом. Потому что я волю Божию не творю. Вот утром проснулся, Господи, мое имя записано на небесах. Вечером ложусь спать, радуюсь. Чему? Мое имя записано на небесах. А вот смотришь сегодня, друзья, среди христиан, практически этому уже не радуется. Это же печальное состояние. Написано, всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Помните, там Павел говорит, что нас где-то огорчают, а мы, говорит, всегда радуемся. И не потому, что нас огорчают, нет, а потому, что мы спасены в надежде, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья извела в сердца наши Духом Святым. Римлян, мы читаем 5 глава. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Вы знаете, друзья, если мы будем всегда радоваться, нас никто не огорчит. А в нашей жизни бывает так, мы огорчаемся. А огорчение, друзья, ведет к брату убийству. Каин огорчился, потом пошел, лавили, убил, да? И он так, говорит, жить не хочу больше. Чего ты так огорчился? Огорчился даже до смерти. Вот смотришь, иногда верующий говорит, я уже жить просто не хочу. А чего? Огорчился. Потому что не научился радоваться. Радоваться не научился. Вот в свое время Анну тоже соперница побуждала к ропоту. И огорчала, написано ее. А та плакала, но не огорчалась. Она не огорчалась. Вы знаете, друзья, вот сколько проблем в церквах бывает, элементарно огорчаемся друг на друга. Огорчение. Огорчение ведет к печальным последствиям. Вы знаете, друзья, чтобы не огорчаться, нужно просто всегда радоваться. Радоваться, что мое имя записано в небесах. Дальше написано, друзья, непрестанно молитесь. Скажите, получается в этом исполнить волю Божию или нет? У меня тоже не получается. Чтобы непрестанно молиться. Молитвей будьте постоянны, в другом месте написано. Я вот так размышлял, думаю, Господи, вот как мне в этом исполнить волю Твою? И как-то вот на сердце мысль легла. Надо думать постоянно о Боге. Постоянно. Огорчение помышляет о ней земном. Вот если я постоянно думаю о Боге, тогда у меня есть желание всегда помолиться Ему. Есть возможность преклонить колено? Преклоню его. Нету? Все равно буду молиться к нему. А мы, бывает, знаете, друзья верующие, утром проснулись, помолились немножко, побежали, заботы житейские, и суета-сует, томление Духа, и бегаем, и бегаем, и к вечеру только вспомнили, есть же Бог на свете, о Котором я целый день даже не думала. И вот Павел говорит, я, говорит, умоляю и фондию, и как назовут брать там, стихи, не помню, как зовут, сестер, да? Да. Умоляю, говорит, мыслить тоже о Господе. Он же не зря их умоляет. Если хочешь, чтобы у тебя было молитвенное состояние, размышляй всегда о Боге, думай о Боге, думай, непрестанно молитесь, за все благодарите. А в этом, друзья, тоже, наверное, не всегда получается творить волю Божью. Всегда и за все благодарите. Я вот представляю, я, например, даже могу подойти к зеркалу, да, к зеркалу, посмотрю на свое такое выражение лица, и вот первым делом, Господи, благодарю Тебя, что я вот такой, какой есть. Да? А иногда вот мы подходим в зеркало, особенно молодежь, ой, какой у меня большой нос, какие у меня узкие глазки. И бывает, ну как бы, мы даже не можем поблагодарить за то, что мы дивно устроены, и наша душа не вполне сознает это. А уж за что мы будем-то облагодарить Бога? Я, знаете, друзья, вот, ну, меня тоже огорчали, да? Я тоже огорчался иногда. Огорчался иногда. Я не хочу огорчаться, я хочу всегда радоваться. Хочу. И хочу, чтобы Слово Божьем еще во мне жило. Я, знаете, друзья, один раз подошел брат один и говорит, я вот о тебе притыкаюсь. Но у меня так как-то не по себе стало. Ну, представьте, я подведу, скажу, вот я у вас, сестра, притыкаюсь, да? А чего? Ну, расскажи, пойдем помолимся, обсудим. Ну, я его тоже в сторону. Говорю, ну, ты скажи, что ты за меня притыкаешься так? А он, знаете, мне еще говорит, хороший брат, очень хороший. Он говорит, я притыкаюсь, что ты такой жирный. Вот ты такой толстый, жирный. Я вот всегда представляю служитель, он должен быть такой худенький. Это человек изнеможденный в постах, как у нас там Николай Абрамович Крекер был раньше ответственный зауральское объединение в нашем братстве. А ты какой-то непонятный что. И вы знаете, друзья, вот как вы думаете, вот вы бы огорчились или нет, а? Я так хотел обидеться сильно, хотел, а потом отошел в сторону и думаю, Коленька, говорю, прости меня, что я такой толстый. Я постараюсь исправиться. Ты меня прости, Коля, прости. Как-то, знаете, я знаю, что Бог с миром дает благодать. Много раз убеждался в этом, смиренным. А мне такая мысль, прочитай Даниила ему. И вот я открываю книгу про рока Даниила и там про отроков, помните написано? Про отроков, да? По истечении какого-то времени они были приведены к царю и написано, лицом они были красивше всех, а телом было полнее всех. Я говорю, ты знаешь, Коленька, оказывается, полнота, это благословение святости. А он мне говорит, да прости, я сам не знаю, что я творю, что я говорю. Вы знаете, друзья, мы можем на ровном месте огорчаться, нас могут же огорчать, но надо всегда радоваться и важно, друзья, чтобы Слово Божие еще пребывало в нас. А почему этот пример вспомнил? Написано, за все благодарить. Я вам один пример еще расскажу, мы помолимся еще. Но мне приходится совершать служение в тундре. Долго приходилось совершать среди немцев, хантов, на севере 15 лет я прожил семьей. И вот однажды мы идем в тундре, тундра, болото, такая местность, ну, очень тяжело ходить. И вот мы идем, и идет со мной брат Заур, азербайджанец. мы идем вдвоем, а я иду и не могу уже. Машка стоит стеной, жара такая, пот, не могу уже. Я говорю, Заур, давай отдохнем, уже больше не могу, устал уже, все. Ну, давайте. В общем, присели мы тут прямо на качкарник в тундре. Я говорю, слушай, Заур, ты слышал, как тебе имя дали, нет, там, в тундре? А ненцы, друзья, они дают два имени всегда. У них, у самих два имени, и они нашим русским братьям по два имени дают. Он говорит, слышал. И я говорю, я тоже слышал. Мне знаете, какое имя они дали? Ну, по-ненецки, это так, не по-немецки, а по-ненецки. Вы будьте бдительны, внимательны. Мне такое имя дали, Мебета Таева Петта, по-ненецки. То есть, это переводится на русский, сильный таскать. А я говорю, а вы почему мне такое имя дали? Ну, ты же перевозчиков, перевозчиков. Ну, вот, сильный таскать. Ты нас таскаешь, вот, ты тащишь нас туда, до тихой пристани, до славной вечности с Богом. Они так и рассуждали. Ну, ладно, думаю, сильно таскать. А сам устал, думаю, кто бы меня в эту минуту потащил. Устал. А этому Зауру, друзья, он азербайджанец, у него такой большой нос. И он, а ему такое имя дали, Пытярка. Пытярка. То есть, по-ненецки, а на русский переводится большой нос. И я говорю, слушай, Заур, ну, мне-то ладно, оно немножко даже мое самолюбие греет. Мебед, татая вопеты, сильно таскать. А тебя, говорит, это не Пытярка, 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 Пытярка. Большой нос. Ты, говорю, не обижаешься. А он говорит, ты знаешь, брат Веня, я вот, говорит, раньше подойду к зеркалу, посмотрю на свой большой нос. И мне так было, скатилось пластическую операцию сделать этому носу. А потом, говорит, когда я покаялся, возродился свыше, Бог меня спас. Я, говорит, подхожу к тебе в зеркало, смотрю на свой большой нос и говорю, Большой нос, ты должен всегда славить Бога. Славить. И вы знаете, друзья, он мне так сказал, мне так понравилось. Братья и сестры, хотите творить волю Божью? Вот хотя бы начните вот с этого. Не искать добра ближнему, радоваться, молиться, благодарить. Вот в этом, если мы исполним волю Божью, все, для нас откроется свободный вход в царство нашего дорогого Господа. А если мы не творим волю, что делать, скажите? Христос говорит, у одного человека было два сына, и он одному говорит, сын мой, пойди сегодня работай в виноградник. А он так говорит, иду, и не пошел. Да? Один. А второй говорит, не пойду, а сам что? Пошел. Ну там наоборот немножко стоит. И вот он говорит, какой исполнил волю Отца? Ну тот, который сказал, не пойду, а пошел. А там есть такое выражение, он сказал, не пойду, а после раскаившись, он пошел. И он исполнил волю Отца. Вы знаете, друзья, если мы где-то не исполняем волю, нам одно надо, раскаяние. Раскаяние нужно. Господи, я не могу творить волю Твою, а после раскаившись, мы пойдем и исполним волю. Давайте, друзья, помолимся об этом Господу. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова